Доброе утро, уважаемые коллеги! Алексеевич, прошу вас доложить о запланированных работах и о том, как будет организовано информирование жителей о предстоящих остановах и перебоях во водоснабжении. Доброе утро, уважаемые коллеги! Да, действительно, традиционно в летний период для наших коммунальщиков наступает горячая пора. Время, как только заканчивается у нас отопительный сезон, наступает время подготовки к новому отопительному периоду. И, безусловно, это не происходит без планового отключения горячего водоснабжения. На данный момент мы разместили во всех социальных сетях сайт нашего городского округа. По ссылке можно будет в любом случае пройти и посмотреть, когда плановая дата отключения горячего водоснабжения. Также данная информация дублируется на сайте правительства Московской области. Можно индивидуально по каждому адресу посмотреть, когда и в какой период будет отключено горячее водоснабжение. Также прошу все управляющие компании, согласно тем графикам, которые мы направили, своевременно информировать жителей на подъездах, потому что не все пользуются интернетом. Убедительная просьба размещать графики заблаговременно, начиная с сегодняшнего вида, несмотря на то, что даже если горячее водоснабжение будет отключено в июле месяце. На данный момент у нас остановлено 7 котельных и 8 ЦТП, это 170 квартирных домов, 33 тысячи жителей. У меня все. Спасибо. У меня просьба, Олеся Романовна, опубликовать в социальных сетях QR-код, для того, чтобы жителям не по ссылке, а максимально по QR-коду было удобно перейти на сайт, на котором можно забить наше муниципальное образование, улицу и дом, и там будет указан конкретный срок отключения горячего водоснабжения. Это более удобно. Также ссылку можно опубликовать, но по QR-коду гораздо комфортнее. И управляющей компанией прошу разместить данный QR-код с пояснением, что это такое, что это график отключения горячего водоснабжения на информационных стендах всех многоквартирных домов. Принимается? Возможно это сделать? Спасибо. Спасибо, Илья Алексеевич. У нас продолжается модернизация объектов здравоохранения. О планах по ремонту медицинских учреждений расскажет главный врач Орехово-Зульской областной больницы Максим Владимирович Балясников. Пожалуйста, Максим Владимирович. Я знакомлю вас с программой ремонта объектов здравоохранения. Она делится у нас на две части. Это ремонтные работы, перешедшие с 2023 года, и ремонтные работы, которые запланированы в 2024 году. В 2023 году у нас проводился аварийный восстановительный ремонт внешних сетей теплооснажения. Это филиал номер один, первая больница. На сегодняшний день ремонт не завершен, исполнение 50%. Окончание работы было запланировано в феврале 2024 года. Работы не завершены. С подрядчиком, поэтому ремонт выступал у строя СТК, а заказчик был ДЭС по ремонтным работам. Седьмой филиал Дрозненская больница, ремонт завершен с недостатками, тоже перешел с 2023 года. Ремонт начался в 2019 году. Был, состоял последовательно из трех контрактов. Точно так же не завершен. Вернее, контракт закрылся, а ремонт не завершен. Проводилась установка дизель-генераторных установок. Всего было заключено шесть контрактов. По тому же подрядчику контракт не завершен, установки не подсоединены. Из шести подсоединена одна установка. Контракт расторгнут. Сейчас ведется претензионная работа. И ремонт защитных соотружений по двум адресам. Подрядчику Еврострой. Контракт также не завершен. Контракт расторгнут по срокам. Ведется претензионная работа. Ремонтная работа, которая запланирована по контрактам 2024 года. Самый большой проект наш – это капитальный ремонт лечебного корпуса первого филиала Орехово-Зуевской больницы. Контракт заключен в феврале на сумму 1,281,000,000,000 рублей. Ведется подготовительная работа. Завершение работы планируется в 2025 году. Текущий ремонт запланирован в ФАПе «Озерецкий». На сегодняшний день решается вопрос возврата субсидии, которая была отозвана в прошлом году. Прогноз благоприятный. Ремонт будет состоится. И еще один проблемный объект – это поликлиника номер 3. Это текущая кровля после капитального ремонта, который был проведен в 2019 году. Сейчас поданы повторные заявки на ремонт, восстановление кровли и фасада. На сегодняшний день ситуация близка к аварийной. Мы переселили с аварийного крыла 3-й поликлиники врачей на прием в соседний корпус 3-го филиала. Проводится экспертиза. С Минздравом договоренности есть. На сегодняшний год запланирован ремонт. «Проведение капитального ремонта во второй больнице на проезд Горячего – это пищеблок. Ремонт планируется на сумму 26 390 000 рублей в этом году. Капитальный ремонт проводится у нас по пяти объектам, по пяти помещениям для установки тяжелого оборудования. Будет поставлен цифровой рентген. Эти рентген-аппараты у нас ставятся на три рабочих места – Дрезденская, Куровская и Овсюнинская больницы. Один рентген на два рабочих места – это во втором филиале. И цифровой маммограф – Давыдовской больнице. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо, Максим Владимирович. У нас начинается летняя оздоровительная кампания. Важно уделять внимание нашим юным жителям, которым необходима особая забота и поддержка. Марина Александровна Гальштука сообщит нам об организации отдыха и оздоровлении отдельных категорий детей Московской области. Марина Александровна, пожалуйста. Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые коллеги, в Московской области уже стартовала летняя оздоровительная кампания. И хотелось бы сегодня сказать о том, какие путевки предоставлены нашим детям, Министерством социального развития Московской области. Хотелось бы напомнить о том, что бесплатные путевки у нас предоставляются при отсутствии медицинских показаний детям с хроническими заболеваниями, находящимися в учреждениях, детям-инвалидам, детям-сиротам, находящимся и воспитывающимся в учреждениях, и иным категориям детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уже с 1 января 2024 года родители через портал государственных услуг подавали заявление на предоставление бесплатных путевок. На сегодняшний день одобрено 153 заявки, и по ним приняты положительные решения, и дети все включены в реестр на получение бесплатных путевок. На сегодняшний день Министерством социального развития Московской области предоставлено 129 путевок на отдых и оздоровление детей на Черноморском побережье Краснодарского края. Это лагерь Лазурный Краснодарский край, Электрон Краснодарский край, и две смены в лагере Лазурный в Краснодарском крае, и одна смена Электрон. То есть каждая смена предусматривает 43 путевки. Вот первая смена уже стартовала, 29 мая 43 ребенка уже отправились на отдых. Из них 7 ребят из семейного центра «Семья и дом» и 36 ребят из реестра, которые получили право на предоставление бесплатных путевок. Транспорт предоставляется также МОСТ «Трансавто». Все перевозки организованы абсолютно, и сопровождение наших сотрудников осуществляется, и сопровождение сотрудников семейного центра в том числе. Конечно, особое внимание в Московской области уделяется детям, семей, участникам специальной военной операции. Учитывая в прошлом году первый опыт организации отдыха данной категории детей в оздоровительном комплексе Литвинова, и учитывая сегодня большую потребность, министерством принято решение о продлении смен. Если в прошлом году было 6 смен организовано для таких детей, то в этом году предусмотрено 8 смен, включая сентябрь месяца. Хочу сказать о том, что первая смена уже стартовала. 30 мая 13 детей нашего Орехово-Зуевского городского округа уже прибыли в Литвинова, и здесь хотелось бы отметить наше очень тесное взаимодействие с управлением образованием администрации Орехово-Зуевского городского округа в части организации как раз отдыха детей данной категории. Конечно же, под пристальным вниманием у нас находятся дети-инвалиды. Это дети, которым предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха, оздоровления в период, прежде всего, летних каникул. Также эти дети, родители, заявители подают заявление через портал госуслуг, включаются в реестр, и в автоматизированном режиме путевка приходит уже непосредственно в личный кабинет заявителя. На сегодняшний день уже распределена 91 путевка ребенку и сопровождающему. Это, как правило, санатории Республики Крым, Краснодарского края и Московской области. Все дети обеспечиваются также бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Хотелось бы напомнить всем нашим родителям, в том числе, о возможности компенсации стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления. Какие категории имеют право на компенсацию? Это, конечно, дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды, сопровождающих лица и иные категории лица из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Размер компенсации зависит от дохода, и он может составлять от 50% до 90% максимум. Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день прожиточный минимум в Московской области составляет 18 296 рублей. В прошлом году мы компенсировали путевки, то есть к нам обращались родители, и хотелось бы напомнить о том, что сегодня такая мера социальной поддержки действует в Московской области. И, безусловно, большие меры социальной поддержки у нас предусмотрены для детей, оставшихся без родительского попечения в части организации отдыха. В первую очередь это материальная помощь, которая предусмотрена детям, воспитывающимся в приемных семьях, размера 4600 на организацию отдыха или оздоровления. А также проводится компенсация расходов на приобретение путевок для совместного отдыха детей и всех членов приемной семьи. Из размера 6900 на каждого члена приемной семьи, включая родных детей. Вот на сегодняшний день у нас уже 153 ребенка получили материальную помощь, это на сумму более 700 тысяч рублей. И, конечно же, дети-сироты у нас пользуются бесплатным проездом к месту отдыха. И, соответственно, приемные родители, опекуны предоставляют нам документы, подтверждающие проезд, и им производится стопроцентное возмещение расходов на проезд к месту отдыха. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, Марина Александровна. Переходим к следующему вопросу. Большая программа мероприятий подготовлена в рамках традиционного всем полюбившимся проекта «Лето в Подмосковье». О мероприятиях и о интересных местах на территории нашего округа нам расскажет Надежда Викторовна Вогунова. Доброе утро, уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые коллеги. Разрешите познакомить вас с программой, которую мы запланировали на ближайшие три летних месяца. И традиционно первые числа июня – это ставший уже и полюбившийся фестиваль «Город танцует в парках», проект Егора Дружинина и команды губернатора Московской области. В прошлом году впервые в нашем округе в Дулевском парке культуры и отдыха прошел этот фестиваль. Получили очень замечательные отклики от участников и от зрителей. И в этом году мы гостеприимно встречаем этот фестиваль в парке «30-летие Победы Ворехова-Зуева». В ближайший выходной 8 июня в 15 часов мы ждем всех любителей современной хореографии на этот замечательный фестиваль. Программа летней кампании отдыха и развлечений предполагает как областные мероприятия, так и уникальные мероприятия муниципалитета. В парках нашего округа в выходные дни будут проведены общеобластные мероприятия и общефедерального уровня мероприятия, такие как День России 12 июня, который привлекает большое число и участников, и зрителей традиционно, потому что это один из основных и главных праздников Российской Федерации. В прошлом году указом президента Российской Федерации 29 июня был закреплен датой празднования Дня молодежи, который теперь по его указу традиционно будет именно в это число, потому что в свое время это была плавающая дата одного из выходных дней в конце июня. И в прошлом году эта дата была закреплена официально, и теперь фестиваль «Это молодежь» в парке «30-летие Победы». Мы 29 июня приглашаем всех участников, всех, кто молод душой, принять участие в нашем фестивале. 6-7 июля в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности будет проведен в наших парках такой проект семейный, который называется «Семья. Лето. Парк». И, конечно же, мы всех ждем с друзьями, с членами семьи провести эти замечательные предпраздничные дни в теплой атмосфере общения, музыки и творчества. 13 и 14 июля будет «Культурный код Подмосковья», новый для нас проект областного министерства культуры. Как известно, в течение двух лет шла большая работа по определению культурных кодов, которые должны нести информацию и относить нас к истории нашего края, где живут люди испокон веков. И то, что мы теперь называем культурным кодом, это люди, вещи, это места, которые нас окружают, которые традиционно узнаваемы в той или иной местности. И я думаю, что будет интересно жителям нашего округа в том числе лишний раз окунуться в атмосферу истории нашего округа и узнать что-то новое. Может быть, кто-то и не обращал внимания на некоторые события или вещи, которые нас окружают, и мы обязательно заострим внимание всех участников на том или ином культурном коде, относящемся к истории Орехово-Зуевского округа. Ночь в парке 20 июля мы ждем всех любителей развлечений вечерних, не очень спокойных, творческих и с большим количеством развлекательных мероприятий вместе с друзьями и их поклонниками творчества, тех, кто выходит на сцену. Продолжат эти мероприятия и спортивной направленности, и творческой для представителей серебряного возраста радио-ретропарк, парк «Спорт вперед». Это 22 августа, день российского флага, который пройдет под названием «Моей Родины Триколор». 1 сентября парк знаний встретит всех, кто идет впервые в первый класс и начинает свое обучение в общеобразовательных учреждениях, и всех малышей мы поздравим в парках с Днем знаний. И ставший тоже традиционным и полюбившись уже посетителем наших парков, живописный парк. Это возможность принять участие в экологической акции и посадить вместе с друзьями, с родителями, родственниками зеленые насаждения на территории наших парков и округа. С 10 по 14 июня в парке «30-летие Победы» мы ждем всех любителей театрального искусства. Будет на ежедневной основе организован показ спектаклей детских театральных коллективов. Хотя уже закончилось проведение нашего театрального фестиваля, но в рамках этого фестиваля всегда мы проводили такой показ на открытом воздухе в парке «Победы». Поэтому в продолжение творческой программы театрального фестиваля мы ждем всех на детские театральные спектакли. Для жителей нашего округа тоже традиционен фестиваль семей на солнечной поляночке, который проходит в деревне Яковлева. Он представляет из себя набор очень творческих и интересных конкурсов «Мой дом, моя крепость», «Семейное блюдо», «Семейные старты» с концертной программой и анимацией. В этом году этот фестиваль будет также проведен. 15 июня в 12 часов мы ждем всех на солнечной поляночке. 15 июня на территории Демиховского дворца культуры пройдет «Мастер и мастерица» «Третий открытый фестиваль декоративно-прикладного творчества и народных промыслов». Он традиционно тоже привлекает участников и любителей народного творчества, концертной программы, и это тоже семейный фестиваль. Покажите свое умение в декоративно-прикладном искусстве, в народном творчестве, примите участие в концертной программе. Мы открыты для общения и приглашаем всех желающих принять участие не только в качестве зрителей, но и в качестве участников этого фестиваля. В парке культуры «Дулевский» традиционный наш, вставший уже и полюбившийся жителем округа, пройдет фестиваль «Варварение», гастрономический фестиваль. И первый раз 13 июля в деревне Новый на территории семейной фермы Янин по инициативе нашего большого друга и фермера Семена Янина пройдет фестиваль русских традиций «Семьянин». Здесь у нас и перекликается с его именем и фамилией название фестиваля, и в том числе задумка проведения этого фестиваля – это как раз объединение под одной крышей всех желающих принять участие в фестивале как в гастрономическом, с новыми рецептами и семейной кухни, и просто любителей кулинарии, так и объединить как раз семьи, которые традиционно такой праздник всегда отличал тех, кто живет в России. Это большие столы, это всегда хлебосольное большое застолье с большим количеством участников, гостей, и, конечно же, с замечательным русским столом с нашими традиционными российскими угощениями. Приезжайте, будет интересно. В этом году впервые после того, как был притворен в жизнь этот проект и защитили проект для возможности его проводить, в нашем парке культуры и отдыха «Дулевский» 23 августа пройдут первые соревнования самодельных метательных машин и устройств «ПЛИ». Здесь тоже достаточно большая возможность притворить в жизнь самые необычные фантазии и идеи. Здесь тоже мы приглашаем желающих принять участие со своими самодельными метательными устройствами, и как раз буйство фантазии только приветствуется. Поэтому поговорите со своими родными и друзьями, с воспитанниками своих учреждений, и обязательно принимайте в этом участие. Это будет весело, интересно и необычно. В этом году, 24 августа, в рамках и Дня города Ликино-Дулева, и областной повестки проведения областных мероприятий при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области фарфоровый фестиваль «Агашка» впервые пройдет в новом статусе. Он получил поддержку Министерства культуры и туризма и статус областного. Поэтому участие в этом фестивале примут не только наши традиционно уже и полюбившиеся коллективы учреждений культуры и спорта нашего округа, но мы ждем в гости представителей как раз декоративно-прикладного искусства и фабрик, производящих фарфоровую продукцию и желающих принять участие в этом фестивале, наших традиционных мастерских, которые не одно столетие уже на слуху у тех, кто живет в Российской Федерации. Это и Жостово, это и Хохлома, и Палих, и, конечно же, фарфоровые наши предприятия, которые традиционно не остаются в стороне, и Ломоносовский завод Санкт-Петербурга, и Дулевский фарфоровый завод как представитель встречающей стороны и основоположник всего этого искусства, и много-много всего интересного. Поэтому имелости просим 24 августа на фестиваль «Агашка». Никого не оставляет равнодушным ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель», который проходит в деревне Степановка. Мы всех с большим удовольствием и гостеприимным нашим радушием приглашаем в нашу деревню Степановка отведать гуслицкого хмеля. И традиционно программа «Лето» — это многочисленные дни городов и деревень нашего округа. Более 45 мероприятий с июня по сентябрь запланированы в нашем муниципалитете. Это и основные наши города, и сельские населенные пункты. И, конечно, не только творческая культурная программа, но и спортивное лето в городском округе однозначно будет. Тоже в ближайшие выходные, 9 июня, соревнования для нас впервые. Интерес представляющий необычный вид спорта, который теперь развивается на территории Орехово-Зоевского округа. Это благодаря конно-спортивному клубу «Охотник» в поселке Пригородный будут соревнования по конкуру, посвященные открытию сезона. Это интересно, это необычно для нас. Приезжайте в комнат-спортивный клуб «Охотник» и поболейте за наших жакеев. 29 и 30 июня соревнования по рыбной ловле «Подмосковный берег» на берегу Клязьмы в районе нашего микрорайона «Крутое». И ставший традиционный уже многолетний ликоатлетический кросс в памяти Ширина Анатолия Сергеевича, который всегда проходит в деревне Давыдова. И также в «Парке Победы» 21 июля фестиваль йоги, 27 июля соревнования по плаванию на открытой воде тоже в деревне Давыдово на озере Гора, тоже полюбившиеся жителям не только Давыдово, но и Орехово-Зуйского округа. И каждый год ширится география участников и число участников в том числе. И никого не оставляет в стороне равнодушно общая окружная зарядка «Бодрое утро», которая 9 августа собирает всех желающих на Октябрьской площади у здания Орехово-Зуйской администрации округа. 31 августа пройдет в городе Куровское первенство Московской области под ЗИДО среди юниоров и юниорок до 2021 года. И завершить свое выступление. Доклад я хотела бы еще информации о возможности провести активное лето 2024 года на базе Дворца Спорта «Восток», где на регулярной основе запланировано проведение мероприятий физкультурно-оздоровительных, включающих зарядку, занятия в бассейне, занятия по самообороне, занятия на развитии физических качеств, подвижные спортивные игры для всех желающих. По предварительной записи можно записаться на это активное лето в удобные для вас сроки. И, несомненно, каждое лето мы приглашаем всех на наши замечательные, привлекающие уже не один год посетители Орехово-Зуевского округа, туристов. Наши эко-фермы, наши эко-отели это традиционный северный олень Ванциферова, это А-ферма Вовсюнина, это у нас ферма в деревне Яковлево и теперь семейная ферма Янин. Благодарю за внимание и ждем всех на наше активное лето в Подмосковье. Спасибо, Надежда Викторовна. Вы так тщательно и долго об этом рассказывали, что у меня сложилось впечатление, что мы это все уже провели. Мы в этом поучаствовали. Двигаемся дальше, переходим к одному из самых важных вопросов, это отработка и реагирование на обращение наших жителей. Юлия Валентиновна, пожалуйста. Доброе утро, уважаемая Ирина Сергеевна, доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам краткую справку по темам волнующих наших жителей. Как мы видим по срезу тепловой карты, за период с 27 мая по 3 июня 2024 года в работу поступило 711 обращений. Основными категориями у нас так и остается двор, дороги и общественные территории. Категория двор у нас обширная, она включает много направлений, и в том числе в данную категорию попадают обращения по водоснабжению, водоотведению, и за предыдущую неделю у нас увеличилось количество таких обращений. Но здесь это было связано с просадкой электроснабжения, которое повлекло за собой остановку ВЗУ, и что, соответственно, сказалось на качестве водоснабжения. Но здесь управляющими компаниями проводится промывка внутри домовых сетей. Если необходимо привлечение ресурсоснабжающей организации, то здесь также водоканал подключается по промывке внешних сетей. Ну, также актуальными у нас на этот период времени остаются обращения по окосу травы, опиловке, деревьев к коронированию, также ямочный ремонт во дворах и содержание ДИП детских игровых площадок. Здесь как обращение по восстановлению элементов, которые были разрушены, так и вот, как видим на данном слайде, здесь заявитель обратил внимание на недостаточное количество песка. Управляющие организации работы были проведены, заявитель принял как успешно решенное. Здесь также обращение поступило в работу вечером, заявитель обратил внимание на сломанные качели. Утром следующего дня обращение было отработано управляющей организацией, также принято как успешно решенное. На данный момент времени у нас не снижается пока количество обращений по восстановлению дорожного полотна, тротуаров, по ранее проводимым работам ресурсоснабжающих организаций, но гарантийные письма есть, в общем-то все в плане проводится. Также вот в дорогах это у нас ямочный ремонт дорог, это грейдирование дорог грунтового типа. Если вот посмотреть на данном слайде, здесь заявитель обратил внимание на ямной дороге, работы были проведены согласно плану проведения работы. Виталий Валентинович, подскажите мне, пожалуйста, у нас вот восстановление асфальтового покрытия после раскопок, оно в графике идет? То есть нет никаких рисков, опасений, просто действительно обращений на эту тему очень много со всех территорий. Все ли идет в графике? Работает ли качественный подрядчик? Или может быть какие трудности есть? Добрый день, да, все идет в графике. Первый контракт уже практически отработали, и даже начали выбирать со второго контракта. То есть я думаю здесь боя не будет. Спасибо, Виталий Валентинович. Начальники территориальных отделов, есть ли у вас какие-то вопросы? Может быть по раскопкам, по обращениям жителей к каким-то службам, к управляющим компаниям? Я так понимаю, что все в штатном режиме. У нас заключительный вопрос. Денис Владимирович, оперативная сводка за неделю. Добрый день, Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. За последнюю неделю в произведении о республике у пожарных статей в районах решили 25 выездов. Среди пожара 13 раз. Дальше недавно у нас горели 3 раза. Автомобиль 1 раз. Вторая 4 раза. На загорание мусора 3 раза. И на загорание травы 2 раза. На проведение аварийно-спасательных работ выезжали 10 раз. Из них деблагировка 2-4 раза. Странспортировка больного 3 раза. Оказание помощи для канала 2 раза. И расширку дерева 1 раз. На ДТП реагировали 2 раза. На возные выезды 3 раза. Из них возных прорабатываний пожарных сигнализаций 1 раз. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо, Денис Владимирович. Коллеги, если вопросов больше нет, всем спасибо за работу. Продуктивная трудовая неделя. До свидания. Денис Владимирович. Субтитры подогнал «Симон»